А знаете ли вы, что такое Интерпол? Как гласит история, 7 сентября 1923 года в Вене на Международном Конгрессе Криминальной Полиции была создана специальная комиссия по борьбе с международными преступлениями со штаб-квартиры в австрийской столице. В 1930-х годах организация сформировала Первую мировую базу данных по преступникам, а в 1935-м даже открыла собственное радиовещание на весь мир. Но с приходом к власти нацистов в Австрии большинство стран перестали сотрудничать с Международной Комиссией. Пока в 1946 году Бельгия не взялась за ее возрождение со штаб-квартирой в Париже. Через 10 лет организация получила свое нынешнее название – Международная Организация Уголовной Полиции, сокращенно Интерпол, членами которой сегодня являются 194 государства. Советский Союз присоединился к ней в 1990 году, после распада которого его правоприемником стало Национальное Центральное Бюро Интерпола при МВД России. Международная полиция налаживает связи по борьбе с преступностью даже с теми странами, между которыми отсутствуют дипломатические отношения. Но по уставу ей строго запрещается вмешательство в политические, военные, религиозные или расовые споры суверенных государств. Спектр же задач организации огромен – борьба с международной преступностью, контрабандой и наркотрафиком, фальшивомонетчиками, подделкой ценных бумаг, бандитизмом и терроризмом. С 1989 года Интерпол имеет постоянную прописку в Лионе. С 1997 года сотрудничает с Организацией Объединенных Наций ООН. Делись этим видео с друзьями. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний.